Я не говорил пока. ЦСКА атакует и если бы прошла эта передача прямо на крюк, то это действительно было бы опасно. Втроем против двоих. Контратака магнитки, причем такая контратака очень лихая. На встречных курсах тут же ЦСКА попчал в атаку, прилетел буквально в чужую зону. Но здесь уже армейцы расположились. И первая шайба в новом сезоне. Вынимай Василий Кошечкин, говорят армейцы. 1-0 в пользу ЦСКА Дмитрий Кугрышев. В хоккее одним из ветеранов. Да, сейчас Петров хороший на Попову передачу отдавал. Два Хазионова в атаке и бросок первого мог бы стать шансом для второго. Третье было о чем слушать. Тут никаких претензий к вам не может быть. Сейчас коротко расскажу, что происходит на скамейках. Естественно, Воробьев пока. Опс. В основном, они переживают, в общем-то, они эту пропущенную шайбу. Шайба нового сезона. Но я думаю, не будем уходить далеко. Наташа Добусмена сегодня поехал меняться. Ярослав Косов из своей зоны. Получив шайбу, разогнался. Это, может быть, и стало откровением для части армейцев. И поучаствовал, поучаствовал. Он сейчас на левый флаг перебрал, ась шайба. Мощный силовой прием. И шанс для Магнитки вдвоем против одного. 1-1. Коскоросова бросает. Отличный бросок в прикирку со штангой. И вместе с Томашем Филипи в обнимку отмечают то, что счет в этом матче сравнялся. Мазякин коврж Береглазов. Такая четверка у хозяев. Холова и Сергеев, Киселевич и Скотт. Вот сейчас вместе Холова и Скотт. Наверное, это периодически будет происходить дальше по ходу сезона. У-у-у-у. Вау. Ну нет, это точка Мазякина. Он туда кладет прям, не знаю, как к себе домой. Его ночью разбуди, он туда попадет из десяти. Это не излишнего волнения. Не идет игра. Вот сейчас Чачий стал выходить именно второй звеной, звенок Мазякина. Береглазов сейчас. С него началась эта атака. Даже не отмахнулся, а выставил руки. Немного высоко поднял локоть. Сразу же попал по голове. Но на счастье Магнитки и Семина лично, наверное, отчасти. Она достается Оскару Осола. Береглазов. Терещенко! Мне кажется, это заразно в хорошем смысле слова. Фаста выпустил шайбу. Был хороший бросок. Он вытащил, но все равно перед собой уронил эту шайбу. И продолжится атака Металлурга. И вот как следствие, ну тут в несчастье на самом деле. Не позавидуешь ни Фасту. Антипин отправляет Осолу в чужую зону. Бросок! Добивание от Семина. Будет удаление. Еще одно. Подбросок Денисов. Шайба пришлась ему в правую ногу. И Мазякин вылезает. Оперативный простор. Передача подбросок Крису Ли. Мне просто показалось, что они вместе закатывались. Ну, знаешь, здесь... Возвращение к Угрышу. Семин на левом борту. Зарипову за ворота. Тот Береглазову. Береглазов чуточку опаздывал, но успел набросить на пятак. И у Оскара Осола. Складывается впечатление, что в этом втором периоде на льду одна команда. Антипин сейчас появился. Ковар за воротами. Ковар с Мазякиным играют в класс. Антипин в левом круге вбрасывание. Куда же приехал Мазякин. Наброс на пятак. Шикарно! С кистей не сильно, но как раз в тот момент, когда Кошкин, может быть, еще не очень ждал. Просто видел момент броска, поэтому не проблема. И тем не менее, ЦСКА вот сейчас, когда нужно было больше всего, проводит свою генваль и не лучшую смену за матч. Но нет, за матч преувеличение. Одно из двух-трех таких. Хотит в обратном направлении, но он стянул к себе сейчас Мазякин всех. Двух армейцев и арбитры. Тут логично, что рано или поздно шайбу отберут. Контр-выпад ЦСКА! Вот оперативную ситуацию разобрали. Снова холлэй. Закатывается сам зону. Бросок. Очень неплохой бросок. Так, в общем. Не рисковать приобрешу, обыгрыша мог бы он здесь интересен попытаться. Центр убрать. 100 секунд до окончания периода, в котором два абсолютно разных отрезка. Посмотрите, Кузьмед как красиво сыграл, а из-под себя. Но игра поменялась. Первое звено магнитки сейчас. Низ Казионов наносил первый бросок, а второй на добивание наносил его брат Дмитрий. Тут же контр-выпад ЦСКА. Ян Муршик вылезал на пятак, разогнался. Очень много и несколько голов. Аферы были очень важны. Кирилл Петров. В этой смене, в принципе, все имени Петрова. Потому что он должен был принять шайбу в непростой ситуации. Семин в прошлом сезоне доказал. И себе, и многим были большие вопросы. Вот шанс сейчас к Угрыше в телеге, но и не получилось. Коварш притсингует до Косту. Обладатель Кубка Гагарина 2016. Начинает сезон 2016-2017 с победы. С того, что выигрывает Кубок Открытия. Самый простой и естественный кубок для понимания людьми далекими от хоккея. Что такое Кубок Открытия? А это Кубок за победу в матче открытия сезона. Кубок Открытия.